Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алексей Бусаров, астроном-любитель. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Я рада вас приветствовать сегодня у нас в гостях. И, конечно, хотелось бы узнать, что в астрономии в этом году будет наиболее интересным для любителей астрономии, может быть, для профессионалов. Расскажите нам о ближайших событиях, которые можно будет наблюдать в нашем небе. Ну, наступивший 22-й год обещает быть достаточно ярким в астрономическом плане. Это и связано с какими-то новыми объектами, которые открываются, и с явлением, которые давно уже запрогнозированы, и ждем их. Вот. Так, в принципе, всегда возможно что-то новенькое, что-то появится. Мы будем ждать. Вот вы говорили, что кометы теперь открываются автоматически, да, с помощью каких-то телескопов специальных. Ну, да, совершенно верно. Телескопы, телескопы-роботы, которые в автоматическом режиме снимают определенные участки неба. На следующий, допустим, вечер-ночь они сравнивают сделанный снимок с предыдущим. И если там что-то обнаруживается, то можно уже исследовать этот объект. Скажите, насколько много открывается комет ежегодно примерно? Ежегодно открывается несколько десятков комет. То есть, это огромное количество по сравнению с прошлыми годами, с прошлым веком, когда, если открывалось там 5-6 комет, это уже было событие. То сейчас это огромное количество. Но, к сожалению, все они в основном в своей массе это слабые очень объекты, недоступные для любителей астрономии. Но, тем не менее, в прошлом году была открыта комета, которая, в принципе, возможно, будет доступна для наблюдения любителей астрономии, например, в апреле, в начале мая этого года. Мы вот перед эфиром с вами выяснили, что она называется Pan-STARS. Совершенно верно. C-2021-03. Да. Именно эта комета как раз тоже была открыта вот таким телескопом-роботом. Параметры ее орбиты таковы, что она достаточно близко пролетит от Земли. Но это не значит, что какую-то угрозу она себе представляет. Достаточно близко. Это то, что мы ее сможем увидеть, ну, скажем, в бинокль, в хороший бинокль, в телескоп. Возможно, даже сделать какие-то фотографии. Это расстояние в несколько сотен, может быть, даже тысяч раз превышает расстояние от Земли до Луны. То есть, соответственно, никакой опасности она для Земли не представляет. Скажите, я слышала, что в прошлом году тоже наблюдалась комета. Совершенно неожиданно, да? Она стала яркой. Насколько большой у нее хвост был? Где ее можно было наблюдать? Совершенно верно, комета Леонард. Названа она как раз по имени открывшего его человека. Вот эта как раз комета была открыта человеком. Пролетала она, ну, тоже, можно сказать, в непосредственной близости от Земли по космическим меркам. Наблюдалась она в северном полушарии. Достаточно протяженное время, несколько недель мы ее могли наблюдать. Сделали интересные снимки. Даже видео записали. И в процессе своего движения она по небесной сфере перешла в южный полушарий. И вот там началось самое интересное. Произошла вспышка на Солнце, которая сильно повлияла на структуру хвоста. Хвост вытянулся в огромную такую дугу. Практически в четверть неба он имел размер в южном полушарии. То, что солнечный ветер начал разгонять структуру этого хвоста, в ней образовались очень интересные такие какие-то фруктуации, как в облаках можно наблюдать иногда вот такие движения, достаточно шустрые. Но, к сожалению, вот наблюдателям южного полушария опять не повезло. Почему-то так случается именно с кометами, что самое интересное, почему-то приходится на южное небо, южное полушарие для жителей южного полушария нашей Земли. Скажите, что еще интересного ждет нас в этом году? Может быть, летом какие-то новости ожидаются? Ну, из наблюдательной астрономии сейчас очень удачно выпущен на орбиту, вернее, прошу прощения, не на орбиту, а в космос, в космическое пространство, далеко за орбитальное пространство Земли, телескоп Джеймс Вебб. Достаточно удачно он был развернут. Он находится в так называемой точке Лагранжа, L2, системы Солнца-Земля. То есть, тела Солнца-Земля и этот телескоп составляют равносторонний треугольник. То есть, он находится очень далеко от Земли. Срок его службы, предположительно, 10 лет. И за эти 10 лет он должен выполнить огромное количество наблюдений. В частности, связывают его работу с поиском не просто экзопланет, планет, находящихся за пределами Солнечной системы, но и так называемых биомаркеров. То есть, поиск в атмосфере этих планет, следов жизнедеятельности каких-то организмов. Очень интересно, ждем результатов. Начнется это поступать где-то примерно летом. Скажите, а как можно присоединиться к вашему клубу, любителям астрономии, вот вообще, допустим, побывать на ваших выездах, когда вы наблюдаете за звездами? Что нужно сделать? Ну, у нас есть... Нужен телескоп обязательно? Не обязательно телескоп. Мы с удовольствием предоставляем нашу технику, которая у нас в распоряжении имеется. Если у кого-то есть свой телескоп, мы можем привозить им, поможем его настроить, показать, как им пользоваться. И так вот, в принципе, в Рязани есть у нас группа ВКонтакте «Эмбердиан-39», клуб любителей астрономии. Сейчас еще ребята организуют выезды астрономии в Рязани, по-моему, группа ВКонтакте есть. Мы с ними часто пересекаемся. Вот, например, в августе на Персиде в село Ижевское сделали выезд. У нас такая достаточно плодотворная была поездка. Много красивых видео, красивых фотографий. Заходите, посмотрите. Скажите тогда, пожалуйста, когда же можно будет наблюдать с телескопами, и вы когда поедете наблюдать за небесными телами? Ну, у нас тут основной лимитирующий фактор – это погода. Январь нас не очень баловал ясными погодами, но по долгосрочным прогнозам ожидается, что февраль будет более-менее таким ясным, не очень морозным, что тоже хорошо для наблюдений. Будем надеяться, что со второй декады февраля будет ясное небо. Если у нас будут какие-то выезды, мы обязательно сообщим в соцсетях о наших поездках. Так что следите за информацией. Собирайтесь, одевайтесь потеплее. Чай, кофе в термосах, печеньки. Если у кого есть бинокли, подзорные трубы, берите с собой. Мы все это покажем, как этим пользоваться. Далеко ли вообще от Рязани надо отъезжать? На что надо рассчитывать человеку, который хочет с вами поехать? Ну, желательно. В принципе, есть программа тротуарной астрономии. Это когда мы можем наблюдать вообще в самом городе. Ну, мы в этом случае наблюдаем, что в основном Луну, которая не мешает засветка, планеты. Юпитер, Сатурн, сейчас утренние видимости, Венеры. Больше ничего в городе не увидишь. К сожалению, ну, только вот яркие какие-то созвездия, чтобы показать, как выглядит большая медведица, сам ковш большой медведица. И на этом, наверное, и все. Сейчас вот Орион можно увидеть, какие-то такие яркие астронимы, которые вот можно сейчас увидеть в городе. Если что-то более такое ценное, более такое таинственное, это надо ехать за город. Ну, сколько километров примерно? Ну, километров 20, лучше 50. Например, еще в зависимости от того, что мы хотим наблюдать, еще в какую сторону ехать. У нас в Рязани находится нефтезавод, который, вот его факел дает огромную засветку точечную. Если смотреть из Рязани, это на юге. То есть, нам нужно уехать. И в основном, самое интересное, на юге находится созвездие и планеты. Поэтому лучше выезжать в сторону юга, чтобы у нас на севере осталась вот эта основная засветка. То есть, вот Михайловское направление в сторону Захарова, вот в ту сторону. Скажите, как сейчас развивается ваш планетарий в школе? Я так понимаю, он переехал из одной школы? Да, мы сейчас переместились. Там более такое подходящее помещение. Там специализированный астрономический класс. Не просто класс физики, а именно класс астрономии. И там... Какие-то нововведения? Может, вы что-то туда закупите новое? Да, школа нам поставляет туда сейчас более мощный проектор. То есть, оптическая проекционная система будет у нас усовершенствована, более лучшего качества. С помощью планетария готовят презентации, лекции для других школьников. Причем презентации не только в старших классах, но и в более младших параллелях. Потому что астрономия – это уникальный предмет, у которого межпредметные связи очень мощные. Если по школьной иерархии разбираться, не только горизонтальные связи между другими предметами, но и вертикальные, между разными параллелями. То есть, астрономию можно начать как с первого класса. Есть такие индивидуальные программы учителей, которые постепенно усложняя перехода от простого к сложному, доходят до 11 класса. И это уже к 11 классу дети приходят с таким багажом знаний, которые значительно лучше, чем сейчас они один год изучают в 11 классе. Скажите, насколько перспективно изучать астрономию сейчас? Или все открыто уже? Нет, вот поток информации, который поступает к нам из космоса с помощью вот этих, он просто в геометрической прогрессии увеличивается. Нужны не просто люди, астрономы, наблюдатели, нужны люди, которые эту информацию обрабатывают, то есть, IT-технологии. Поэтому здесь, опять-таки, астрономия как бы не только в плане изучения образования, но и в плане продвижения науки, она связана с другими направлениями науки. Поэтому требуется огромное количество специалистов. Например, для обработки уже полученной информации просто профессиональные ученые не справляются. Поэтому они предлагают простым людям, любителям астрономии, студентам, школьникам принять участие в обработке этой информации. И вот существует даже прецедент на то, что вот школьник какой-то на этих ресурсах, обрабатывая информацию, открыл их за планету. То есть, сейчас получается скачок в развитии астрономии, да? И я так понимаю, вы вот только-только вышли с Олимпиады по астрономии, расскажите немножечко о ней. Сегодня проходил региональный этап Олимпиады по астрономии. Он проходил на базе нашего педоуниверситета Есенина. Принимали там участие школьники от 5 до 11 класса по разным параллелям. Всем им были даны задания, соответственно, их возрасту, уровню. Скажите, может ли это принести какой-то плюс при поступлении в ВУЗы? Ну, есть такие моменты, когда, во-первых, за хорошее выступление на Олимпиадах добавляют и баллы к ЕГЭ, и, в принципе, некоторые ВУЗы устраивают Олимпиады, либо всероссийские, либо свои собственные, по результатам которых победители зачисляются на первые курсы этого института. Например, в МГУ такая практика, я знаю, есть. Астрономический институт Штернмерга, Гаиш, известный самый астрономический институт. Вот, при МГУ также такую практику имеет. Легко ли стать профессиональным астрономом? Что для этого нужно сделать? Много ли у нас таких людей в России? Ну, астроном – это профессиональный астроном, ученый. Это не тот, который проводит ночи за окуляром телескопа. Сейчас это приоритет больше любителей астрономии, каких-то помощников этих же ученых. Сам ученый-астроном – это человек, который анализирует эту информацию, полученную от любителей, в основном от каких-то автоматизированных источников наблюдения. И на самом деле их не очень много, их около 400 всего человек по России. По миру или по России? Ну, по России. То есть, это в принципе, если представить, что это самая, может быть, уникальная профессия в стране. Ну, и в принципе, процент отношений по миру такой же. Скажите, а вот для себя что вы дальше хотите? Какого развития получить именно рядом, находясь с этой наукой, с астрономией? Ну, мне больше интересно работать с людьми, с детьми, организовать какой-то круг общения, чтобы это было не просто, как-то посмотрел, полюбовался, порадовался и перешел к чему-то еще. Чтобы это вылилось в какое-то более долгосрочное действие, чтобы вот такой планетарий был в одной школе, чтобы это можно было сделать в нескольких школах, сделать вот это общение, такую коллаборацию между школами в плане вот этого вот общения. Причем астрономия – это же не только физика, математика, это и химия, это и биология совершенно, география, даже история, литература. То есть, настолько мощные межпредметные связи, где вот этот планетарий может стать каким-то центром, вокруг которого может обращаться вот эта образовательная система в школе, в школе, между школами. – Хорошо, я вам желаю удачи в этом. – Спасибо большое. – Пусть больше людей присоединяется вот действительно к вашему такому большому кругу любителей астрономии. Приходите к нам в гости еще. – Едем обязательно, приглашайте. Это была программа «Городские встречи». На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова